Рахмат, у меня следующие вопросы, вы могли бы вот ответить? Почему вот у нас, казалось бы, по гражданским делам два месяца должны рассматриваться, да? По уголовным делам один месяц. Но из-за того, что часто судьи объявляют перерывы, у нас годами иногда дела рассматриваются. Вот как мы могли бы сделать такую реформу, чтобы судьи часто не объявляли перерывы под различными предлогами? Я по уголовным делам могу ответить. Перерывы отложения судебного заседания по разным причинам осуществляются. Поскольку жизнь и жизнь, многие участники процесса не приходят по вызову. Например, бремя объявления возложено на органы прокуратуры. Вот последнее измерение, процессуальный закон, это обязанность от прокуратуры отняла. Раньше среди деятелей, участников процесса по уголовному делу, прокуроры были обязаны обеспечить судебное заседание. А сейчас обязанностей у них нет, у судов нет возможности своими силами обеспечить. И зачастую уголовные дела откладываются из-за неявки участников процесса. Есть и многие другие причины. Ну, судам хотелось бы, конечно, дело рассмотреть побыстрее, вынести переговор. Но это не от прихоти судей получается. Вы сказали причины. Я просил, именно как могли бы сократить. Я отвечу. Я в своем докладе отметила, что да, имеет место, вот из-за перегруженности судей, я уже отметила, что предусмотрена нагрузка на одного судей 20 дел в месяц. Однако имеет место перегруженность в 3-4 раза судей, до 65-70 дел в месяц рассматривают судьи. И поэтому иногда вот волокит отдел, длительность рассмотрения дел, одна из причин связана с этим. Но я уже сказала, что мы ввели оценку деятельности каждого судью. И здесь не только качество, мы смотрим на вопросы своевременности рассмотрения дела, чтобы было своевременно вовремя рассмотрение. В этом направлении у нас ведется работа. И я думаю, кроме того, вот я отметила, что введение, использование IT-технологий, дело в том, что вот введение электронного судопроизводства, оно бы намного ускорило процессы рассмотрения дела. Бывает вот извещение, элементарно отсутствие извещения. Если сторона не извещена надлежащим образом о времени и месте рассмотрения дела, то, естественно, судья не может рассмотреть его. Это рассмотрение в отсутствии неизвещенного лица основания для отмены судебного акта. И поэтому вот идет такая волокита. У меня такой вопрос. Вот часто гражданам приходится, вот в городе Бишкек живет, а у него суд на Иссыкуле. Вот из-за этих перерывов ему постоянно приходится на Иссыкуле ездить. Нельзя ли вот здесь использовать технические средства, просто вот там, я не знаю, сделать средства связи, через которые судья мог бы у него там расспрашивать, допрашивать. Я не знаю, если это гражданское дело. Хотя бы по гражданским делам такое нововведение вы могли бы сделать? Вот в новой программе, государственной целевой программе, вот это вот мы и заложили. Мы за это. Мы также за то, чтобы использовать возможности современной технологии. Отдаленные районы. Было бы очень прекрасно, чтобы можно было вот подача, электронная подача иска, в то же время онлайн режиме рассмотрения дела. По госпошлину хотел задать вопрос. С 1 июля 2017 года ГПК у нас снова вступил в силу, и надо госпошлину заранее оплачивать. Вот это вот как-то повлияло на сокращение подаваемых заявлений, исковых заявлений. Сократились ли? У нас граждане жалуются, говорят, это как препятствие получилось, госпошлину, подачу в суд. Суд стал платным, говорят. Правосудие у нас платно осуществляется. Достан Долобаевич, на самом деле, та проблема, которую вы поднимаете, это актуальная проблема на сегодняшний день, потому что с введением, как вы сказали, нового гражданского процессуального кодекса заранее надо оплачивать госпошлину и при подаче иска, и при подаче апелляционной, и касационной жалобы. И к вам, наверное, много жалоб, и к нам тоже очень много жалоб приходит на этот счет. Поэтому мы неоднократно просили правительства, чтобы они ускорили рассмотрение ставок по уплате госпошлины, потому что те ставки, которые на сегодняшний день существуют, они действительно очень огромные, можно сказать, иногда даже неподъемные. Даже просто если супруги разводятся и делят имущество, им надо заплатить по 200-300 тысяч сомов только для того, чтобы их дело рассматривалось в суде. Поэтому, пользуясь случаем, я еще раз хотел бы поднять этот вопрос и попросить правительства, потому что это относится к компетенции правительства, чтобы они утвердили своим положением ставки по госпошлине. Мы постараемся с депутатами помочь вам, этот вопрос будем поднимать. Спасибо. По уголовным делам вы можете сказать, за 2017 год процент вообще оправдательных приговоров, вот в процентном соотношении? Ну, в процентном соотношении, сколько будет, мы не считали, но 10-70, около 280 оправдательных приговоров. Из скольки? Ну, по более 200 тысяч дел рассмотрено. Один процент по оправдательных приговоров. Ну, это, я думаю, немало. Это немало? Ну, в принципе, не должно быть оправдательных приговоров, поскольку следствие должно работать на основе закона, правильно? Ну, то есть, вы считаете, что следствие хорошо работает? Нет, я говорю, по идее, должно хорошо работать, и не должно быть никаких оправдательных приговоров. Но случается. Бедные подсудимые, они сейчас вас услышали, они вообще, наверное, все перевернулись. Значит, по всем делам будут неоправдательные приговоры. На справедливость в суде они могут не надеяться. Я не в этом смысле говорю. Раз следствие работает на основе закона, они должны довести дело до суда, если вина в полном объеме доказывается. А не должно быть так, что невиновный человек должен сидеть в следствии, а потом дело будет передано в суд. Это не должно быть. Но случается. Будет ли вводиться электронный архив судебных решений? Дело в том, что в прошлом году была проблема с тем, что якобы какое-то судебное решение подделали, из-за этого были некоторые проблемы. Вот Тайрбека, Сарпаша, вы знаете, да, там дело возбуждали. Я думаю, что мы к этому должны прийти. Дело в том, что я опять же говорила, что переход к электронному судопроизводству решит эту проблему. Если мы полностью перейдем к электронному судопроизводству, то будет и архив судебных решений. Вы мне тогда скажите, вот вы сказали, что будет. Ну вот конкретно какие проблемы сейчас в судебной системе? Мы вот это не услышали. И отчетей я тоже не смог это прочитать, да? Ну, проблемы в судебной системе. Я в докладе озвучила, что у нас необходимо увеличение штатной численности. При той нагрузке, которая сейчас лежит на судьях, вот, и поэтому 65-70 дел в месяц – это очень большая нагрузка. Три-четыре раза превышает нормативы установленные. И кроме того, я обозначила ряд направлений приоритетных, где мы начали работу. Вот то же самое электронное судопроизводство, автоматизированная информационная система. Мы работаем с помощью доноров и вводим только сейчас в трех пилотных судах и планируем во всех судах первой инстанции в городе Бишкек. И как только эта программа… Ну вот, все это требует, конечно, колоссальных затрат. У меня к вам еще одно предложение. Организуйте, пожалуйста, взаимодействие между судебным департаментом и МВД в части розыска неплательщиков алиментов. Вот я по одному делу сейчас сделал, одно у нас дело получилось. Выяснилось, нет взаимодействия. Люди формально ищутся, но на самом деле они здесь, да, живут свободно, не платят алименты. Примим во внимание. Спасибо. Рахмат. 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 Рахмат.